Ну как, Игнатий, сейчас видно? Сейчас видно. Добрый день. А как слышно? Да и слышно неплохо. Ну окей. Чего мы и добивались? Ну слава Христу. Ну. Я сразу хотел сказать, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, нет, я не против. Все, я слушаю вас. Говорите, пожалуйста. Я только за... Ну, как бы я не знаю, с чего даже начать примерно. Вы говорите, я сейчас тут подключу еще свет, чтобы вам лучше было видно. Говорите. В общем, я смотрел ваши ролики, хотел кое-что спросить. Я так понял, вы покаялись у баптистов? Или я неправильно понял? Понимаете, слово «покаялись у баптистов» – это не собрание. Я работал в это время на корабле. У меня был очень сильный поиск спасения. Я чуть-чуть, маленько вперед скажу. Вот. Господь знает, на какой червячок человека поймать, удочку забросить. Я любил бабушек. Я родился в большой семье, у нас здесь и детей было. Бедно-бедно. А родители приучили, ну, из того, что есть, сэкономить и подать нуждающемуся. А учился в техникуме в это время. И вот я там еще натренировался. В этом деле бабушек таких искал. И когда я здесь сошел на берег, в Венсполсе-то, бабушка одна несет сумки. Я сразу к ней подскочил, давай бабу помогу. А дорогой стал спрашивать. А есть ли у вас тут верующие кто? И она сказала, есть. А мне Бог дал знания языков. Я в это время на семи языках занимался. В немецком собрании самостоятельно за шесть месяцев изучил немецкий язык. И у них выступал на немецком языке. Проповедь говорил. Вот. А в это время в Латвии я уже пробыл где-то месяц, больше полгода. А за три месяца я уже по-латышски начал разговаривать. И она показала, я зашел в латышское собрание. Я впервые перестал понимать латышский язык. Там слова все не те. Ну, я знаю разговорные, знаю политические системы. А это религия, Библия. Подошел один и говорит. А вы откуда будете? Я сказал, говорю, тут корабль такой остановился. А вы верующий? Я говорю, я верующий, но я не понимаю, что говорят. Как не понимаете? А вы же по-латышски говорите со мной. Я говорю, я слова эти не знаю. Блаженные. Я никогда не слышал даже. Он говорит, а вот через дверь зайдите. Тут русское собрание. Я зашел. Я и по-русски не понимаю, оказывается. Понятно? А учился в мореходном училище. И тогда один из них пригласил к себе Михаил Еремеев. И дома они дали мне Евангелие, Новый Завет. А сами в другой комнате были. Когда они зашли минут через десять, я уже готовый был. Мне не надо было доказывать ничего. Я искал по буквам, где о Боге сказано. И тут я прочитал уже пятая глава. Так, минутку. Христос воскрес. И мы стали молиться. Они предложили молитву себе. И я стал молиться. То есть, как они предложили? Я не понял. Ну, как предложили. Давайте Богу. У вас есть желание чего-то просить? Оказалось чего? А они... В то время было объединение баптистов с пятидесятниками. Власть заставила. Ну, это в сорок пятом году еще было. И они на языках. И показали мне вторая глава Деяния апостолов. Я говорю, этого не может быть. Как это? Не ущась. Как это не может быть? Вот я, допустим, на французский столько-то потратил. Испанский там. Речь идет о месяцах. Но, говорит, и одно не видишь. Другое, другое. Останутся одни корочки. Давайте вы молитесь как? Молите. Ну, как я? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помил мне грешен Богородица, Дева Радуйся. А они стали на колени. Ну, простите, чего вы хотели бы? Ну, я кланяюсь. Они... Ну, я кланяюсь. Они-то стоят на коленях. Они ветер-то услышали. А там в день Пятидесятницы бурный ветер-то, как написано. Они подумали, Дух Святой сходит, говорит. Ну, думаю... Они мне потом рассказывают. Ну, пусть хоть молятся так. Ну, тогда своими-то словами... Вы можете что-то Богу сказать? Я никогда своими словами не молился. Я не приучен к этому. И подумал, а что просить-то у меня? У меня здоровье. У меня под завязку, ну, в морфлоте служил и прочее. Получаю хорошо. У меня все есть. И тут подумал, у меня нет веры. Веры, написанному в этой книге. И я стал молиться. И, Господи, Ты меня прости, исправь. Переделай меня на другое. И дай мне в это верю. И в это время, когда бывает долго идешь, там, где-то в походе, в горах, и снимешь рюкзак. И вот тебя еще время тянет как бы вперед. У меня такое состояние было, как будто с меня что-то сошло. Я даже качнулся. И как эхо мне показалось. Этого не было. Как эхо. Верю, верю, верю. Я встал, я смотрю на себя, еще как бы я не вижу, но так воображаю. Это другой совершенно человек. Я только на Лоцманском нашем катерке прибыл вечером на корабль, перешагнул через фальшборт и сразу стал говорить о Христе. Живем неправильно. За нас Христос умер. И вот такое покаяние перед Богом было. В аптесты совершенно никакого отношения ко мне не имеют покаяния. Я от них получил Евангелие. Они для меня. Я хотел немножко как раз уточнить. То есть вы, когда вот встали, я так понял, помолились, вы от себя помолились, вы не каялись или просто с Богом развивались? Я просил у Бога простить меня от самого начала, от рождения. И дать веры, что за меня умер Христос. Я никак не мог этого... Я знал молитву, все, а что именно для меня еще и место в раю может быть. Нет, я знал, что я молюсь, я творю добрые дела. Я никогда не знал женщин, никогда ни одного слова скверного не сказал. Бог меня хранил. Я родился в религиозной семье, старая обрядца без поповцев. Но, что за меня умер Христос, и что мои грехи омытой крови, я этого не знал. Я во всем этом у Бога просил прощения и просил веры в это. И Бог дал мне сразу, мгновенно. И при том, знания, которые у меня сейчас есть, я 53 года учусь, у меня нигде изменений не было, никогда. То есть углубления. А не так, что вот это я верил, а это не верил. Я еще... Открывай Библию, но я как будто бы я давным-давно ее знал. Это после молитвы. Так, вопросы дополнительные какие? Нет, я хотел спросить, это после молитвы, когда вам Библия открылась? После молитвы, да? Еще пока они там были в другой комнате, Михаила Анна, в это время я везде искал, где что о Боге списано и выписано. Стал писать. Божественная, вторая глава, третья, гляжу, тут нельзя. Я такой книги не видал никогда, что все божественно, на русском языке, и когда они зашли, я уже на горную проповедь доканчиваю. Я говорю, хорошая книжка. Они говорят, это не книжка, это Новый Завет. А мне это ничего не говорит. Слово Библии я слышал, когда человек ничего не понимает, ну, как баран в Библии разбираешься. Слово Библии, это какая-то грозбух, огромная книга, ну, и труднопонимаемая. Но вот тут я у Бога стал просить веры, и Бог мне ее дал сразу. И когда я встал с молитвы, я на себя смотрю, поэтому я от других теперь того жду. Было покаяние, покаяние, это, как говорится, метанои, это полное обращение, поворот в другую сторону. И теперь то, что я учусь, я добился в это время разрешения сдать три курса за один год в мореходном училище. У меня одни пятерки были. По выбору комиссии на немецком, английском или французском, выход за границу, все чужое сделалось. Я теперь понял, начался другой путь, путь страдания. И они мне подарили Евангелие от Матфея, под прошлом время Новый Завет, и я всем друзьям начал писать и писать. Чемодан, наверное, исписал в бумаге. Вот. Это у меня такое было покаяние. А вот вопрос. То есть вы были тогда вот с этими людьми, когда они же рядом были? Они рядом были. Они молились. Мы вместе молились. Они тоже молились. Они молились. Но при незнакомыми языками, сторонними языками, как это, неизвестными, они не молились. Я знаю, есть иные языки у 50-ников. Есть такое, да. Харизматов тогда никто не знал, что бесновались. Эти были нормальные люди, но на языках гласолали, называется. А они воздерживались, не говорили. А они мне только сказали, что это вторая часть Библии, Новый Завет. Это все божественное. И я понял, у меня нет веры в это. И я встал, как будто Библию я с детства знал. Вот. Мгновенно Бог ему заложил и все. Что это от Бога. И за каждое слово Библии, сенадального перевода, я готов все отдать. Я вас понимаю, потому что сам это как бы тоже прочувствовал, да, когда Библия открылась. Как будто ты ее знал, и она действительно полностью открылась. А потом, как получилось так, что вы, ну, перешло это потом в православие, что ли, нужно так сказать, православие? Я не переходил. Я и был православный. Когда я пришел, на мне крестик. Вот у нас сейчас крестик. Вот на мне крестик. Да, да. Ну, я у них ночевал, когда, в это время, приходил, они мне оставляли у себя ночевать, когда у меня свободное время было-то. И я молился по-своему, как знаю, крестное знамя не оставлял, но когда увидел, что их это уже смущает, я хоть под одеялом, но перекрещусь. Но уже через три с половиной месяца я у них стоял на кафедре, проповедовал. Но по птицам я не был ни одного дня. Я только покаялся. Я как молился, как был православный, так и остался православным. Я сразу же стал искать, а там много разных сект, разных, разных. Я сразу стал со всеми знакомиться, узнавать, а почему по-разному. И меня везде они принимали близко. То ли искренность мою такую видели. Вот. Я все конспектировал. И так Бог дал мне память. Я буквально все отпечатывал у себя. И адвентисты седьмого дня, там и именники, не признающие троицу. Каких только там не было. Лютеране. И кроме этого я одновременно в трех библиотеках занимался. Изучал буддизм, кришнаитство, мусульманство. Все. И я остановился и увидел, что правильной истины православия ничего нет. Вот я пришел опытным путем. Мы сидим за столом у них. Ну, понятно, все. Кому я приду, и все доказывают, что у кого я... Ну, в гостях был, я неправильно, а мы вот правильно. Я никуда не переходил. Я православным был и остаюсь. Но у меня вопрос уже засел. Как понимать Библию? Одно и то же место Писания понимают по-разному. А как правильно-то понимать-то? Ну, не может быть, чтобы Бог демитрально противоположно, а то и другое признавал своим. И вот сидим мы за столом. Но мне фраза запала такая. И сея с вами во все дни до скончания века. Вот какая фраза? Все с вами во все дни. И 7.16 Еремия. Остановитесь на путях ваших. Рассмотрите, где путь добрый, путь древний. И по нему идите. Вот эти два стиха я совместил. Мы сидели за столом у них. Ну, буквально в первые же дни. И стол, клеенка такая, клеточками. Я подумал. Сейчас идет 1962 год. Это было 27 сентября в 17.00. Вот когда люди не знают, когда обратился, я говорю, проверь себя. У меня дата, точные часы, половица, где я был, у меня все. Ну, новая жизнь началась. И вот здесь теперь я стал думать. Вот сегодня как определить? Я занялся тогда вопросами мирской литературы. Ну, в это время сказать точно нельзя было, но приблизительно было, может быть, 450 разных, сегодня говорят, динаминаций, конфессий. Потом я понял, это нет таких слов в Библии. Это ересь. Ересь заменили на два слова. Еретики. И я стал смотреть. Вот столько-то сегодня их, допустим, ну, округленно возьмем, 500. 500. И Господь сказал, с вами. Но с кем? Вот какая клеточка на столе? Куда? Я стал тогда смотреть дальше. 1913 год. Всего только 130 было. Это вот остальное так быстро начали расти. 130. Но 130 в какой клеточке, где эта церковь, как бы называю себе? Я стал сдвигаться в пятый век. К пятому веку пришел, там всего пять. Но еще непонятно. Но Христос во все дни должен быть в церкви. Он обещал. Но в какой именно клетке? Наконец я понял. Надо сдвигаться к первому, где одна была церковь. Я сдвигался к апостольским временам. Вот если его там не было, то его нигде не было. И Христос был обманщик. Я решительно пошел на это. А какое было там толкование? Как понимать? Я стал искать. И я его нашел. Я его нашел. Я хотел вот сейчас, да, мне мысль такая приходит. Допустим, сейчас уберем вот все религии, да? Скажем там, ну все там, что связано с конфессиями, там, с православием и так далее. Человек покаялся, он увидел только Библию. И если убрать, вот допустим, сейчас православие, да, куда-то в сторону, ну наши там отцы, предки, как они, да, это самое, жили. К чему бы человек мог прийти, узнав из Библии, то есть он мог бы так же найти православие, допустим, из Библии, так же жить? Если бы вы не знали этого ничего. Я отвечаю на это. Я уже практически ответил. Что если православие, вот допустим, убрать лютеран, ничего не меняется. Лютерня родилась в 1517 год. Церковь-то полторы тысячи лет уже. Если убрать православие, все меняется. Церкви не было. Он говорит, создам церковь мою, Матфея 16-18, и врата ада не одолеют ее. Я стал смотреть, какие врата ада. А это гонители и ретики, они ничего не сделают. Если убрать православие, то Христос не Христос был. Это обманщик. Почему? Потому что церкви не было. Он говорит, создам. И я понял, он создал ее в Сионской горнице. Первая половина ее, и вторая половина в доме Корнилия, ну, вторая глава Деяния Апостолов, и в десятая дверь, иудеям была открыта, и язычникам. Вот теперь церковь в полноте. Если это убрать, то ничего и не было. Тогда и нет церкви. Тогда Христос это не Христос. Он ее не создал. А Христос голова, говорит, а церковь тела, тела нету, одна голова. Вот вы скажите, давайте уберем все, кроме тех, которые имеют рукоположение апостольское от апостолов. И остается только на арене, останется это католицизм, православие, григориано-армяне, апостольское называется, апостоличное, вернее, копты и сирийцы. Пять, все, больше нету. И оно в действительности, я опытным путем исследую. Это, туда надо вернуться. Вот пока там было первое. И поэтому, если, допустим, ну я спрашиваю, баптисты там были в основном-то, я говорю, скажите, вот вы как понимаете, правильно, правильно, давайте на мои вопросы сейчас ответим, а я на ваши буду отвечать. Скажите, первый баптист когда появился, не знаю, я говорю, в Роджерсе, Джон Смит, 1609 год. Все, ни одного раньше не было, ни одного. В 1639-м в Роджерсе первая община в Англии. Первая. До Лютера, Лютера не было, но основатель Лютера, до Маркса, марксизма не было. Ну давайте дальше туда пойдем, дальше туда, к первому веку. Я говорю, скажите, во втором веке кто верил, как вот вы верите баптистам, апостолам, во втором веке уже так и Иоанн был один, умер. В третьем веке ни одного нету. В четвертом, ну вас-то не было, значит, и не было, и не было, и никто так не понимал. Вот так, чтобы песнопение было, вот так вот ломать хлеб, там печенье они брали, выбирали в магазине печенье и давали, ели. Печенье остается печеньем. То есть, я сейчас закончу, вот туда-назад вернуться, мы, вот я начитал «Жизнь о святых», это 1173 биографии. Первый век, Игнатий Богоносец, это младенец, которого Христос брал на колени и говорит, таких я Сарство Небесное. Дальше, Ириней Леонский, Поликарм Смирновский, Ам Златоуст, то есть в каждом веке святые, святые, которые верили так, как мы верим, с первого века. Если с ним не было Христа, значит, его вообще нигде не было. Подожди, говори. Да не надо, я сам все сделаю. Благодарю. Отошел. Я один, и вот заботятся сестры, еще приготовить поесть. Видите, как хорошо быть верующим. Так вот, я вам на это отвечаю, что православие нельзя убрать, католицизм нельзя убрать. Нельзя, потому что они от апостольских времен идут. Тогда церкви нигде не было. Вот ответ. А у братья секты, так называемой конфессии разной динаминации, ничего не меняется. Они как грибы. Сегодня 21 тысяча разных насчитывают. Я их не считал, но так отвечают. 21 тысяча. Ну, допустим, не 21, а 10 тысяч. Тоже многовато. Ну вот, давайте возьмем пример. Я вот, допустим, покаялся в церкви. В тюрьме, да? В тюрьме я покаялся. А, вы тоже, кстати, были в тюрьме. Да. Я взял Библию, допустим, да, я еще никакой религии не... Вы, кстати, сядьте прямо. Вы, наверное, легли там или как? Вот так, вот так. Нет, я смотрю, меня видно тоже хорошо даже. А то вы сместили в сторону из экрана, вышли из рамки. Вот так, вот на этом. Остановитесь. Все, вот так я вас вижу. Говорите. Допустим, вот я в тюрьме взял Библию, да? Никакой религии я не знаю. Ни к чему я не принадлежу. Я беру Библию, и там, то есть, стояла в конце Библии, но это я сейчас рассказываю, как оно было в тюрьме. Я взял в тюрьме, пошел в библиотеку, Библию, и там в конце было написано, что можно покаяться, кто такой Христос, Он умер за наши грехи, можно покаяться, помолиться и о новой жизни, то, что новая жизнь будет. Я это сделал, и со мной действительно произошло что-то, да? Но я не знал никакой, да, религии, ничего. И вопрос в том, что пришел бы я через Библию, скажем, к православию, скажем так, своим, то, что мне Бог открывал через Библию, скажем так, пришел бы я или не пришел, открыл бы мне Бог действительно вот такой путь или не открыл, как вы думаете? Я отвечаю вам, вы уже сразу ошибочную позицию заняли. Вот как мне Бог открыл? А с чего решили, что вам Бог открыл-то? Это вы уже на себя напускаете. Я этого не предполагал, что Бог мне открыл. Это уже открыто. Я говорю, это велосипед не надо изобретать. Я решил узнать, Господи, Ты, Дух Святой, обещал, что будет с людьми и научит всякой правде. Ну, Евангелие Теана все это описывает. Ну, Господи, если Ты открыл, покажи, как Ты открыл. Мне не надо открывать. Это уже открыто, и надо принять. А давай я сам себе напишу закон Моисея. Не напишешь. Он один раз пишется. И в конце написано, да и считаем мы, притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих, не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. И я понял, это страшно и опасно. До меня была церковь. Я не хочу в одиночестве быть. Церковь не хочу создавать. И я опытным путем дошел. И, наконец, я понял, полностью собранное толкование, это блаженный феофилакт. Вот у меня трехтомник выпустил я его сам. По всем святым отцам он это выбрал и показал. А откровение, с откровением у меня трехтомник вышел. Он впервые вышел за 2000 лет. В Западно-Восточной Церкви такого не было. Я в совокупности все взял, как было истолковано. Моего ни одного слова там нету. Ни одного. И теперь, дальше-то жизнь идет. Я предлагаю. Допустим, я приехал в новый город Пензу. Ну, там люди увидели, я знаю, Писание. Молву баптисты пустили, к нам пророк Илья пришел. Бог дал мне память, я на любой вопрос могу ответить, согласно Слову Божию, на память. Мне даже листать Библию не надо, я цитировать мог. Сотни мест от буквы до буквы назвать местописание. То есть, Бог открыл, Бог дал и вложил. Ну, почему? Потому что мозги съедает блуд. Если ты знал женщин, не надейся, что в полноте будешь работать. Хотя бы ты и обратился, уже полноты не будет. То есть, в разуме. И вот здесь, когда собрались об иконах беседовать, они знают, что я православный. Договорились. Беседуем двое. Остальные сидят, если желают что-то, могут написать и дать записку своему, с той стороны. Кто будет нарушать порядок, выводите. Договорились? Договорились. Вот он начинает говорить. Ну, кто первый? Ну, давайте вы первый говорите. Иконы, идолы не сделают ображения на небе, на земле, вверху. Ну, двадцатая глава, исход, четвертый стих. Все, все. Ну, говорить по времени одинаково. Наши люди наблюдают за этим. Он говорил 25 минут. Теперь мне предоставляется 25 минут. Я начинаю говорить. Вот заметьте, какой порядок какой. Я говорю не свое. Я говорю, если мы верим, что все писание Бог духовновенно, и писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, то мы не можем сказать, что вот эта глава мне нравится в книге, а вот эта не нравится, как лютер. Послание Якова выбросил совсем. Ну, и Баптисты 11 неканонических книг отрезали, выкинули. У нас так не разрешается делать, потому что каноны, соборы установили неканонические книги, равноспасительные. И вот здесь я начинаю говорить. Почему вы не смотрите, что в 25 главе этой же книге исход говорится, сделай изображение. Слово изображение по-гречески «экон». У нас перевод из греческого «экон». И как иконы? Что, иконы нужны? Не просто нужны, а Бог карает за них осеньятов. А где это известно? По порядку. Первая, вторая глава, мы считаем, и пятая глава, первая книга царств. И вот они, Ковщик когда потеряли, Ковщик ушел в плен, а потом оттуда его отправляют, его в Тилиции везут. И жители Бевсами сажали в это время, была осень, и они видят, Ковщик везут. А Ковщик – это обыкновенный ящик. Ну и внутри его там две скрижали, и больше ничего нету. И что они? Они не ломали его, они не плевали в него, они не произносили хульных слов, но только заглянули, заглянули, и больше ничего нет. И что Бог сделал? Убил. 50 тысяч 70 человек. 50 тысяч в один день, а может быть в один час? Согласитесь, даже на Курской дуге это была большая цифра. Даже когда штурмовали Берлин, в один день 10 тысяч погибло бы. Это очень много. А это 50 тысяч и 70. Я спрашиваю тогда, и скажите, а за что? Да какое это отношение к нам имеет? Позвольте. Первое послание к Коринфянам. Вы потом прослушайте себе. 10 глава 6, 11 стих. Говорится, а это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. Это не просто Павлу делать нечего, он перечислял там, те согрешили, те требовали. Значит, действительно, нужно. И Господь говорит, дом мой. Дома молитвы нарешется. Я говорю, а какой Христос пришел и сгонял, когда торжище было? Какой дом? Кто строил? Соломон. Да как Соломон? Вторая, по именаму 25 глава, говорится, что он полностью был, храм разрушен. И Медное море изломали, Новоходоносор. Правда. Они в аптистописании не знают. Я говорю, это второй храм. А как называется? Не знают. Я говорю, Агея. Книга пророка Агея. Зарававелев. Это книга из Икииля, 41 глава, 17 стих. Когда Бог давал проект, сделай так, как ты видел на горе. Он видел и отобразил, проект нарисовал. Сделай так. Во всем храме, от пола до потолка, внутри и снаружи, чтобы были изображения, иконы. Это не капище идольское. Бог говорит, это дом мой. Дома молитвы нарешется. Бог установил это. Но там же не было изображения людей. Не было. Почему? Потому что по образу небесного. А люди до Христа шли преисподние. А теперь, когда Христос образовал церковь, люди идут на небо. Почему? Потому что ныне же будешь со мной в раю. И теперь, раз эти люди канонизированы, Божья Матерь, теперь их изображение – святые иконы. Это по образу небесного. А у вас по образу могильного склепа. Ничего, я говорю, нет. Ваша вера, как говорится, оглобля. На ней ни одного ростка нет. Дали смотреть. Как закричали, я это вложил в пять минут. Я говорю, мы договорились выводить. Они сразу, мы думали, пророк Илья – это гнилое бревно. Это я гнилое бревно. Я говорю, я не пророк, а уж с гнилым бревном Бог разберется. Какой я пророк? Порок. Один говорит, прозорливо. Он говорит, не прозорливо, а прожорливаем мы. И вот, пожалуйста, какая вера. Я понял, что ничего выше истине апостольской вселенской церкви нет. Там все толкование. И не надо никуда думать, говорить. Это ничего не даст. Потому что истина – она одна. И вот по любому вопросу, что бы вы ни задали, у церкви, раз она церковь-то, у нее уже было решение, вынесено толкование. Если мы это отрицаем, мы не церковь. А если церковь, там должны быть епископы. Рукоположены. Седьмая глава, седьмой стих. Евреям, говорится, без всякого прикосновения меньше благословляется большим. А Джон Смит у баптистов сам на себя руки положил. Я в тюрьме, допустим, обратился. Смотрите. Я в тюрьме. Я вот именно как бы в тюрьме. На корабле – это для меня как тюрьма. И что я? Я стал сразу искать. Искать. Мне очень близко, очень-очень близко баптизм. Но я сразу увидел, это не церковь, потому что нету таинства. Я спросил, скажите, вы хлеб, когда вот преломляете, вечер любви совершается, это хлеб выпили, да, а теперь подали что? Хлеб. А почему Христос сказал тело? Почему дальше в Первом Коринфянском говорит, что если виновен против тела будешь, а не против хлеба? То есть таинства нет, и я понял. Таинства нет, жизни нет. Кто не будет есть плоти сына человеческого, не будет иметь в себе жизни. И жизни нет. Ни паса, ни креста. Я конкретно спрашиваю, почему бороду бреете? Бреете? Бороду. Вы, Вадим. Бороду бреете? Как вы видите, я, да, без бороды. Ну да, зачем? Вы посмотрите на иконы. Я у баптистов взял книгу, пророки у них там изображены, словарь Нюстрима, все с бородами, апостолы все с бородами. Вы думать-то не надо. Дочь Якова, Дина, пошла посмотреть. Ее там изнасиловал. Сихем. Понимаете, в Сихеме они там были где. И вот там. Ну и дальше что было? Она была обесчещена, написано. Но когда у Давида половина бороды обрили, у слуг, то были очень обесчещены. То есть это хуже изнасилование. А вы делаете сами над собой. Зачем? Зачем? Я с баптистами беседую, присетера собрались. Я говорю, вы, старые люди, зачем бороды бреете? Ну так. А я привез журнал, вот Баптист. Журнал называется Баптист. 1906 год. Он большой размером. Молодежь сидит. Все до одного с бородами. Молодежь до одного. Посмотрите. Ульянов сидит. Семь человек. Старшему 30 лет. Все с бородами. Все. Игнатий. А почему по стихе мира-то делать, я говорю? А? Кстати, я хотел кое-что сказать. Я говорю, вот, допустим, вернемся к тому, что я открыл Библию, да? Да. Без всяких, да, это самое. Мне через Библию Бог не открыл, что я должен, допустим, отращивать там бороду или нет. Если бы Он не открыл это, ну, показал Библию, да, я так-то, так-то должен делать, я бы, наверное, стал это делать. Но пока нету этого откровения от Бога через слово. Да оно было, вы его не признали, оно вам не нравится. Как не знаете, когда написано слуг, даже в земной Иерусалим не запустил. А сидите, пока бороды отрастут. Бог откроет. Он уже открыл. Вы лукавее человек. Нет, я читал Новый Завет, где где-то, забыл, стоит, то, что апостолы хотели передать язычникам, мы говорим, только вам хотим передать, о том, о крови, чтоб не ели там... 15 глава Деяния апостола. 15 глава. Это первый собор. Ну и что? Так они все с бородами были, им еще и не говорилось об этом. Никто на это не додумался. Они не сказали, что нельзя на матери жениться, на сестре. Это в Ветхом Завете. Это никто и не делал. Так нельзя рассуждать. Они не говорили, что наркотики не принимать. Они не говорили про это. Зачем говорить, когда этого не было? Говорится то, что мешает, что было. А если это общепринятое, об этом никогда не спорили. Ну а почему вопрос, то, что мне Бог не открыл, почему Он мне этого не открыл? Потому что вы лукавый. Вы берете то, что вам сегодня нравится, как в мире, чтобы не отличаться ничем. Жена против. Жена против будет. Почему? Это блудодейное ересь бритье. Это связано с блудом. Вот почему. И вы первые это говорите. А вы начните сейчас бороду, не трогайте бороду, и увидите, кто восстанет. Свои. Игнатий, я хотел сказать, вот там где-то даже вы говорили, то, что в Библии написано, не порь, да, там, как там написано? Напомните мне. Какое именно место? И про что сказать хотели? Где не портите конец бороды, что такое? Не порти края бороды твоей, левитам. Края бороды. Да, да. Я подумал об этом, то, что сказано не то, ну, то есть, не сбривай, а не порть тебе в этом смысле, то, что, чтобы она была у тебя там, ну, типа, как, некрасивая, что ли, или еще что-то. Не порть тебе, потому что это образ. Совершенный человек на Христос. Он не подстригал. Нам с кого пример-то брать? Апостолы все с бородами до единого, не считая Иоаннов, когда маленький был еще. Ну, там время другое, в принципе. Да не надо это, не надо. Я вам сказал, вы без бороды будете. Мне не надо говорить это было. Я на военном билете уже с бородой был. Я когда сидел, а бороду, бороду даже Болестрич сейчас сказал, дайте мне двойной срок, дайте более строгое содержание, не трожьте бороду. Я говорю, это даже у Пугачева не сняли бороду. Борода не ведет к краю, скажем так. Это мы все можем найти, ответить. И что женщина в брюхах ходит, не ведет ни к чему. Понимаете как? Так можно, посты вы не соблюдаете, ни пестани креста, ничего не значит. Так можно себе показать. Только я верю. Закурил и пошел. Я верю. Мы слышали, когда из России, я хочу сказать, из России немцы когда переезжали, а оттуда приезжали обратно, они говорят, у нас, говорит, своего молитвенного дома там не было, а которые немцы тамошние, они, говорит, курят прямо в собрании, они, говорит, стараются дым выгнать, а то русские, говорит, не любят, что дым здесь. То есть это все можно показать. Курение это вредит здоровью. Это понятно, что ты как бы самоубийца. Ну, ты губишь то, что Бог тебе дал, вот это вот, и ты себя как бы губишь. И алкоголь, там, ну, все то, что губит, да, здоровье. Это понятно, это логично. А мы говорим сейчас про бороду, ну, Но я сказал, сказал, брить не надо, больше не надо доказывать. Я же не спорю. Теперь второе. Вот нам даны уста. Уста для чего даны? Уста это рот. Ну, мы скажем, туда и оттуда. Что в уста, кажется, не оскверняет человека, а что оттуда? Оскверняет. Петр говорит, ничего скверного я не ел уже в Новом Завете. Многие не едят то, что есть. Вот вы змею не будете есть, лягушку, а французы едят. В Новом Завете разрешено. А теперь вы с нами. У меня с этим проблем нет. У меня с этим проблем нет. Я сейчас мысль закончу. То, что я буду говорить вам, вы же только помните. Скажите, пожалуйста, вот я о себе говорю. Мой рост метр семьдесят два. Так. У вас какой? Метр восемьдесят пять. Вот метр восемьдесят пять. У меня вес шестьдесят четыре килограмма. У вас какой? Восемьдесят пять. Восемьдесят пять у вас, да? А рост метр восемьдесят пять, да? Да. Ну, вот восемьдесят пять. Ну, минимум 5 килограмм лишнего, если так говорить. Это 100 от роста, надо отнять 105 цифр. И вот этот вес, за который уже не заходить. Это тоже в уста пища входит. А посмотрите, сколько людей, которые избыточный вес имеют. Табак вредно, а это еще вреднее переедают, когда переедают. Они себе могилу зубами грызут. Я согласен. Я согласен с полностью. Надо смотреть за всем. За всем. Мы, храм Божий, не Череповецкий комбинат металл перерабатывать. Человек во всем должен подражать Богу. И мы скажем, а Бог пришел в образе человека, Христос. Брил бороду? Нет. Все, вопрос закончен. А Христос вчера, сегодня, во веки тоже. А что, сегодня он был бы брил бороду? Ну, глупости это все. И апостолы сегодня были бы, посмотрели. Ой, баптисты все бритые, чтобы они нас приняли, надо брить. Конечно, нет. Игнатий. А я, кстати, слышал то, что раньше ходили в этих, ну, мужики в платьях. Это правда, нет? Не правда. Никогда этого не было. Это шотландцы. Это язычники. Язычники кельты. Никогда этого не было. Написано 22 глава, 5 стих, 2 законе. Если мужчина, да не носит женская одежда, а женщины мужские. Это мерзость перед Богом. То есть, мужчина мерзавец, а женщина мерзавка. Вы посмотрите, сколько у вас мерзавцев в доме только. У нас этого нету. Ни одна не наденет. Ни дома, нигде. Она должна быть... Да, да, я видел. Я видел. Я полностью согласен. Своими очами видел. Потому что у вас все... Видите, как у нас люди благоприлично одеты? Да, да, я согласен. Мы вот проехали с нашей миссией. Мы проехали от Дальнего Востока до Лиссабона. В Германии у нас остановка была более длительная. Там наши люди живут. Прошли Турцию, Скандинавию, Прибалтику. И скажу, что самое хорошее впечатление у меня осталось от шести мусульманских республик и от Турции. Какой народ. Это все... Ну, в армию берут, в отдельную форму переодевают. Зачем? Все это связывают. Вот заметьте сейчас. Или галстук надет, или расстегнутый. А это то и другое масонское. А ты застегнись вот так на пуговки. Застегнись. И ты увидишь, как сразу что-то неладно будет тебе и против. И вот посмотри, сидят женщины без платков. В городе идут все без платков. У мусульман ни одно нет без платка. Нам учиться надо. На своем христианском опыте сказать, где мы окажемся. По сравнению с ними. А вот они такие, нам говорили, в Чечню не ездить, и там головы режут. Я никого не опровергаю. Но с нами этого не было. Они приняли как братьев родных. Мы едем, время молитвы. Мы семь раз в день становимся на молитву. У мусульман пять раз намаз. Мы в мещете я был. В доме мулы ночевали. Мы говорили о Христе. И слово о Христе, это о Христе. Мне ни Коран, ни Аллах, ни Махвамад не нужен. Я говорю о моем Христе. И вот у меня 38 книг вышло. И одна книга, это каждая 752 страницы. Это 18 том открытым оком. Я разбираю по сурам, а я там весь Коран в сравнении с Библией. Такого материала в интернете больше нигде нет. Вы посмотрите. И ни один мусульманин против не сказал. Я рассматриваю 1300 лет мусульманства. Кто что сказал, когда. Три тома изданы о евреях. Талмуд. Талмуд это не книга, это 12 книг. В сравнении с Библией. И что о евреях было сказано политическими деятелями, поэтами за 3600 лет, все собрано в этом. Как они придут к власти и как пришли. Почти. Надо в сравнении с Библией смотреть. А в сравнении с Библией, вы не верующие. Вы даже в Мавом не верен. Надо многим, кто тебя поставит. В сравнении со Святой Библией. Холебайбл. Вот тогда все будет по-другому выглядеть. Я сказал, и ты это услышал, сегодня же бритву уничтожь. Выбрось. Это язычество. Я этим пресвитерам баптистам говорю. А Безбородое, скажите, вот сейчас бы все, все люди стали с бородами ходить, как вот Фидель Кастера. Его не смущало, он целуется с Брежневым Безбородым. Скажите, вы стали бы брить? Нет, я говорю, вы поступаете по стихе мира. А тут был Карл Станиславович Сидлецкий, хороший пресвитер у баптистов. Он говорит, братья, он прав. На меня, говорит, он прав. Мы не правы. Мы подражаем миру. Если все в мире с бородами, я не трону. Посмотрите, жена щелку режет, волосы подрезает. Там, поглядите вы на круг, жен, сережки разные и накрашиваются. Это христианство. Зачем вы тогда от мира-то отличаете? Отличаетесь. Идите и пьете то, что есть, постов нету. Я православный. У нас больше половины дней в году постная. Но я знаю пост апостольский только один великий. Семь недель и среда и пятница почти круглый год. Это становление апостольское. А остальные посты наши, они не евангельские. И мне они сильно мешают. Дети приезжают. Первый месяц я не могу дать молочного. Но! Я православный. И у нас строжайше соблюдается. Не положено растительное масло. На столе оно не будет. Я стараюсь чем-то заменить. Ведь лето идет-то. Мне они мешают, эти посты. Мешают в детском лагере. Я начальник детского лагеря, 44 года. Основатель его. Но! Так как я православный, я стал молить Бога Господи. Дай мне любовь к этим постам, которые святые установили. Я их полюбил. Если будет собор, отменит их все православные, я все равно буду соблюдать. Мне это нужно. Но я за то, чтобы отменили их. Все, что не по Евангелию, может быть убрано. Но есть вещи, которые нельзя прикасаться. Павел говорит, смиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Я беседую с баптистами. Скажите, вы согласны, что нужно порабощать тело мое? Ну, конечно. Скажите, пожалуйста, сегодня с утра как вы его порабощаете? Не один. В течение недели не один. Года. Десять лет не один. Никак. Это все обман. Ваша вера обманная. Павел говорит, смиряю и порабощаю тело мое. Павел день и ночь в молитве, в гонениях, в искушениях. И он порабощал. Все время в голоде, в жажде. Вы себе ни в чем не отказываете. Ваше фальшивое христианство, я говорю. И, наконец, согласились. Действительно так. Ну, у вас священники, а у нас нету. Я говорю, вы исповедуетесь? Нет. И стали исповедовать у баптистов отделенных. Да молодежь в небрачной жизни живет, они даже не знали. Я хотел у вас спросить. Ну, допустим, возьмем вас сейчас, да, человека, ну, бритого. У того есть святой дух, и у вас есть святой дух. Тот рожден свыше, вы рождены свыше, так? И тот пойдет, ну, бритый, то есть в рай. И вы, ну, как небритый, пойдете в рай. В чем разница, я не понимаю. Давайте то, что мы вторгаемся, чего они видели, надмеваясь плотским своим умом. А вот рай, а попадут в рюке, такие рассуждения запрещены в священном писании. Там дана установка, да нет такого. Нет таких определителей. У нас определитель один, я заканчиваю. Слово Божие. А вот он, а может, Дарья спасся? А может, Александр Македонский уже в раю? Да можем что угодно городить. Верующий в сына тоже иметь жизнь вечную. Я не бритый, вы, допустим, бритый. Я не говорю про, кто там, Сталин или Ленин, кто он там попадет в рай или нет. Я говорю про того, кто родился свыше, покаявался, кто имеет Духа Святого, такой, как вы, и, допустим, бритый, да, допустим, такой, как я. И тот попадет в рай, и этот попадет в рай. А почему вы решили, что он попадет-то? Это вы сами придумываете. А попадет-то, дай ответить, попадет. И свидетели Иегову попадут, и коммунисты, и фашисты. Зачем городить-то? Написано так, во имя Христа. Во имя. А это не во имя Христа. Ну что? Подражайте мне, как я Христу. Павел говорит. Подражайте. А как подражать, когда вы без бородов? Вы уже не похожи. И Павел подражал Христу. В этом смысле надо подражать? Во всем. Во всем. Не надо решать в чем. Во всем в полноте. Всем умом, всем сердцем, всей крепостью. А что твой ум подсказывает, что надо бороду брить? Зачем брить ее? Теперь вопрос. Зачем? Во-первых, это вредно для кожи. Вредно в зимнее время. Тебе теряешь много времени, и ты все время смотришь на свою, говорится, физиономию, которая совершенно не имеет лик Божий, не похожа. Бог по образу сотворил. По образу своему, по подобию своему. Христа без бородов никто не изображает. О бороде говорено у нас, вы посмотрите. Не надо, это время тратит только. Вам, вы говорите, родились свыше, родились. И засохли на первой ступеньке. Никуда вы не придете. Вы должны двигаться вперед. Допустим, вы уверовали. Уверовали в Бога, в тюрьме, кроме Библии, ничего нет. Но вы считаете, 6 глава, 56 стих, 54 Евангелия Теана. Кто не будет есть плоти сына человеческого, не будет иметь в себе жизни. Я, когда обратился, я не знал этих слов, но я дошел, остановился. Почему вы не остановились? Я спрашиваю баптистов, скажите, вот у нас тут один обратился тоже, и говорит, пресвитер, скажите, вот вы сейчас раздавали вечерю, вот мы, я баптист. А у нас это что, хлеб или тело? Хлеб, это воспоминание. А написано тело, против тела виновны. Да кто-то тогда у православных говорит, до свидания. Отказырял и пошел военный. И стал священником православным. Вы никогда не лукавьте. Бог сказал, все, вопросы закончены. У вас нету таинства, нет святой литургии. Нету, нет присуществления. И в данном случае вы не церковь совершенно, потому что нету головы. Головы нет, это епископата. Нету тех, которые могут преподать Духа Святого. Остальное вымыслы. А где это написано? Да очень хорошо, 8 глава, Деяния апостолов. Когда уверовали в Самаре, а там Филипп был, Филипп, апостол, он их крестил. И Петр, Иоанн поднялись, и пошли туда. Зачем? Они знают, апостолы где? В Иерусалиме. А раз в Иерусалиме, значит, Дух Святой только через их руки сходил. И они пришли, возложили руки, положили. Сектанты-то не имеют этого. Они не имеют епископата. Вы скажете, православие не нравится. Что не хватает баптистам? Я говорю только о баптистах, у которых учение здравое. Верят в Троицу, верят в вечную жизнь, в вечное мучение. Здравое учение. Но они не церковь. Это самое здравое. Вам не нравится православие? Пойди к католикам. Чтобы вам, старше, пересетировав, двух, минимум два-три рукоположили. А потом они самые хорошие избрать. А те других рукоположат. При условии, что никогда они не будут поносить то, что имеет церковь. Никогда. Чтобы они сами рукоположили своих теперь, свои же, бывшие вчерашние баптисты. Пусть они не крестятся рукой. Это можно. Один раз перекрестились, дальше видно будет. Без одежды, вот такой там, как красивая одежда на православных. Не будет мощей, не будет икон. Без этого можно спастись. А без рукоположенных епископов нельзя спастись. Ее церкви-то нету. Вот в чем смысл весь, Вадим. Конечно, у нас сомнения разные по этому поводу. Хотя должно быть одно. Одно. Считайте 8 главу Деяния Апостолов. Вы ее никогда не просчитаете до конца. И не объясните. Почему апостолы, Петр и Реан поднялись и пошли в Самарию? Зачем? Когда там люди уже обратились. Они пришли, спрашивают, они Духа Святого не получили. Бог установил этот порядок. А при чем тут руки? А при чем тут апостолы? У баптистов женщины выходят на капиталу, проповедуют. Написано, жены ваши домолчат, а спрашивают дома, даже не дорогой, а дома у мужей своих. Что, не по мозгам? Ответ можно найти какой угодно. Почему? Дьявол лукавый. Он изогнутый лук. Лук. Лукавый. Он лукавый. А зачем нам это лукавство? Бог сказал, мы должны сказать, слушает раб твой. Вот я никакой церкви не принадлежу. Я в четырех был в конфессиях, да? Сначала был у святеля Игловы, потом был у баптистов, потом у простых христиан, потом у харизматов. И я ни покой не остался, потому что я находил по Библии, что там не так, это не так. И то есть вот так остался сейчас без церкви вообще. Так, смотрите, вот таких людей, которые без церкви, повторяю слово, деноминация, конфессия, это сатана подменил слово ересь. Ересь. И вот таких ересь, названий много. И вот, которые вышли, я никому не принадлежу. Таких людей, ко мне заходят, много. Но они, раз везде нашли неправильно, а теперь они правильно, и я их между собой свожу, они друг друга уже не признают. И вот, которые вы отдельно вышли, и вы ни с одним сектантом не сойдетесь, которые не баптисты. У баптистов нет икон, нет мощей, вам чего от них было уходить-то? Я не баптист. Я слишком много занимался сектами. Я 53 года миссионерскую работу веду. Я пришел опытным путем. Не только уверовал, но я опытно прошел, что такое буддизм, мусульманство, мне близко мусульманство, порядок какой, все, но Христа нету, спасения нету. И вот, опытным путем проходя, я пришел к твердому утверждению. Первая апостольская церковь, она Христом основана. И она всегда была, если ее не было хоть один день, то это уже не Христос был, во все дни до скончания века. А вы все церкви отвергли, которые, я повторяю, католики, православные, Григория Наремян, сирийцы, копты. Вы отвергли, вы вот где ищите. Там не ищите. Там нет церкви. А я дома один, ну это вне спасения. Никакого спасения не можете иметь. У вас нет таинства. Нет истинного крещения. Вы пойдите, там православная церковь есть. Пойдите, узнайте, где вблизи есть. В Бонне. Вот мы были в Зоннеберге. Город, знаете, такой? Да, слышал. Ну, недалеко от Нюрнберга. То есть мы были там, видели, там есть православная, московская патриархия относится там, я не знаю еще кому, греческая может быть, найдите. Вы вне церкви. Мы сегодня встретились, поговорили один раз. Может быть, нам и больше не придется встречаться. Я ничего от вас не скрыл. Это Езекииля 3.18. Если бы я промолчал, кровь на мне была бы ваша, что вы погибете. И когда Павел говорил, 20-е гладиание апостолов, я говорю, чист от крови всех. Я не упустил ничего полезного. Я сказал, а вы не приняли. Почему? Теперь вопрос, а почему вы не приняли? Потому что имя ваше не написано на небесах. Вы не вписаны в книгу жизни. Только поэтому. И поэтому доказательства никакой роли уже не играют. Я к примеру говорю, не конкретно о вас. Я должен сказать был и сказал, вне церкви нет спасения. Первая глава, 18-й стих Колоссянов. А что такое церковь? Церковь? Церковь – это собрание уверовавших во Христа, принявших его как спасителя, там, где есть епископат от апостольских времен. Только там, где нет епископата, церкви нет. Епископат. А если человек находится в тюрьме? Ну, в тюрьме. Ты уверовал. Дальше у тебя в Библии есть. И считай. Я пришел к этому, и ты мог прийти. Причастия-то нету. К тебе кто-то приходит. Скажите, начальство, ты в тюрьме находишься? Ты найдешь. Литература есть. Бог положит на сердце. Вызови православного священника, исповедуйся, приньми крещение. В тюрьме. Я знаю, что такое тюрьма. Что такое лагерь. Вы сейчас же знаете православие сейчас. Ну, хорошо. Скажите, я не живу среди индийцев, но я занялся изучением буддизма. Зачем? Узнать, что это за вера, когда, что от них ухватили, где это есть. Я занялся мусульманством. Повторяю, весь Коран, весь по сурам и аятам, по главам и стихам, я его делаю в сравнении с Библией, показываю. Это одно. И 1300 лет мусульманства я разбираю во свете Библии. Это труд. Почему мне это надо, тебе не надо. Еврейский народ, я разбираю 3600 лет еврейского народа и по Библии, и в сравнении со священным писанием Шерханарух. Мне это надо. Но я всем показал. И поэтому у меня в доме обращается еврей, приходит такой-то веры. Одна встреча, и человек делается православным. Бог Духом Святым кладет ему. Если этого нет, я тебе простой вопрос задаю. Скажите, вы верите всему священному писанию? Я? Да, вы. У вас Библия. Вы верите, что она вся вся эта работа? Честно скажу, не всему. Да. 11 книг неканонических там нету у вас? Нету. Нету. У вас 66. Цифра 6 вам ничего не говорит. 66. А в нашей Библии 77. 7 это полнота. Даже внешне понятно. А кто вам сказал, что 4 Евангелия? Во времена апостолов, 1 век, 3-4, их было около 20. Евангелия от Фомы, Евангелия от Евангелия от Иуды. Почему Матфея Марка Лукьяна? Откуда вы узнали? Как вы сказали? Вы отвлекаетесь, что-то я гляжу уже. Много раз отвлекаетесь куда-то. Нет, вы спросите сейчас кое-что, я не услышал. Когда вы откроете Святую Библию, в Новом Завете есть 4 Евангелия. Матфея, Марк, Лукьян. Евангелисты. Ну, понятно. Я спрашиваю, почему 4, когда их было 20? Есть Евангелия от Фомы, Евангелия евреев, Евангелия Басилиска, Иуды. Почему именно эти 4 в Библии находятся? Откуда вы узнали? Ну, потому что они там есть, других нет. А кто это решил, что те остальные не нужны? 16? Во-первых, я 16 этих не видел. Вот это и оно. Это все сделали православные. Они избрали. Дух Святой открыл. Вы православные верите-то уже. А теперь дальше начнем говорить. Скажите, какие книги канонические, не канонические? У вас 66. Кто это определил? Гангский собор. Это православные. У вас знания очень ограничены. Но я вам подсказываю. Это вы пользуетесь трудами православной церкви. У вас Вадим. А имя-то Вадим. Это имя святого. Вы откройте его. Посмотрите в житиях святых. Вы носите имя православного святого, не баптистского. Я знаю. Ну да хочу спросить. А почему на правую руку и на чело будет антихрист начертания ставить? Почему? Почему не на затылок и не на левую руку? Не знаю. Потому, Ефрем Сирин говорит, четвертый век, чтобы человек не мог совершить крестное знамение. Это оружие на дьявола, которым он разбит на Голгофе. Вы можете перекреститься? Или рука не движется? Нет, я этого не делал. Хорошо. Смотрите, Гитлера было вот так вот. Вам видно мою руку? Да. Вот я сейчас поднимаю руку. Я не боюсь. Я не боюсь сказать. У коммунистов так честь себя дают. Я не боюсь сказать. Почему? Оно никакого значения не имеет. Слово Хайль Гитлер вам понятно, что это. Да здравствует Гитлер. А я сейчас скажу Хайль Иисус. Аллах Акбар. А я скажу Иисус Акбар. То есть Иисусу слава. Меня это нисколько не трогает. А вот крестное знамение совершить, это означает, что я отрекаюсь дел сатаны. И утром, выходя на улицу, сейчас много людей мучается этим там, на их барабашек напускать. Ты перекрестись, впереди себя перекрестись, скажи, отрекаюсь сатаны, всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его. Как я так и молюсь, допустим, да? Вы не можете. А вы можете вот так вот рукой по лбу провести сейчас? Вот так проведите рукой по лбу. Зачем? Ну, понимаете, вот зачем? Ну, просто вы мне скажите что-то делать рукой, что видно было. Так, утереться, в ухе поковырять. Я могу. А вы уже раб. Вы не можете. Вы не свободны. Нет, я это могу сделать. Вопрос зачем? Зачем? Логик. Скажите, что можете. Покажите. Вот так вот руку поставьте. Вот, видите, подходит. Вот так попробуйте поставить. Вот так. Вы мне дайте что-то указание. Так, значит, можете. Теперь я совершаю крестное знамение. Сделайте его. Правильно. Лоб, чрево, право и лево. Перпендикулярно. Крест. Изобразите на себе. Правой рукой только. У вас правая рука? Нет, левая я сделаю. Это правый. Правый. Так, чрево, пуп, право и лево. Ну, значит, можете. Значит, печати антихсиста на вас еще нету. Нету. Да, я бы не сказал. Да, это определение Ефрема Сирина. Так это каждый может. Не может каждый. Не может. Видите, как он вас задерживал, не давал. Вы не бойтесь. А если рук нету? Если рук нету, мысленно. Мысленно. То есть, я не против. У меня Библии нету. А если Библию отобрали? Значит, Господь будет открывать человека, у которого есть Писание, он меня напишет. Это житей Варвары, великомученицы. А ее отец, язычник, заключил в тереме. Она живет. И она ничего не знала. Ну, и под видом военного, нищего, христиане бродили-то. Ее узнали, лежите в Орла Моя Сафа. Он обратился. Бог обязательно пошлет людей, которые знают путь спасения. Баптисты правильно. У них есть рождение свыше. Но они засохли на первой ступеньке, потеряли все. И они в церковь не вошли. Почему ты думаешь? Меня спрашивают. Я повторю, Вадим. В пяти университетах я вел занятия, и меня спрашивали, а как вы считаете, баптисты рожденные свыше? Я говорю, которые уверовали, да. А как узнать? Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот по какому стиху. А они Иисуса признают Господом. Это значит, Дух Святой коснулся их. И они уверовали, а дальше никуда не идут, церковь не идут. Они на этом месте стоят и умерли с голоду. Но первый шаг был сделан правильно. Так, у вас вопросов больше нету? Да у меня еще много вопросов осталось. Ну, давайте оставьте, через две недели можно будет зайти. Так, минутку. Я сказал неправильно. Через две недели я уже уезжаю. Тогда будет трудно. Через неделю. Так, подождите, сегодня пятница. Ну да, я в пятницу уезжаю. И меня не будет четыре месяца. Значит, через неделю можете зайти. Вопросы только четко и ясно, без споры. Я вам сказал, а меня не интересует, уверуете вы или нет. Примите, не примите. Моя задача возвещать. А уже дальше Дух Святой это делает работу. Игнатий, просто проблема в том, что... Проблема нет слова. Выклиньте. Нерешенный вопрос, замените его. Нет, просто у нас не идет и больше как диалог, идет больше как монолог, скажем так. Ну да, вы вопрос задали. Вот допустим, человек задал вопрос, что такое тюлень. Все, закончилось. А что, вы объясните, что такое тюлень, происхождение, мне потребуется полтора часа. Монолог был или нет? То, что я хотел услышать, я услышал от вас за пару минут. Да. Ну а потом уже пошло больше, как бы, подробностей. Подробностей. Я могу молчать сейчас и два. Мы направились для того, чтобы вы зашли ко мне, чтобы узнать что-то. У меня времени лишнего не столько нету. Я благодарю Бога, что вы зашли. Я тоже благодарю Бога, что вы действительно пообщались и знаете, я думаю, это не просто все это. Да, не просто. От вечности у Бога уже было предузнано, предназначено вот эта встреча. До этого дня вы этого не знали. Сегодня вы самый счастливый человек, который разрешил свои вопросы. И самый несчастный, если вы их не приняли, уже вам никто этого повторять не будет. Я могу сказать, что наш сайт, на котором я отвечаю, вы знаете наш сайт? Да, я знаю. Я скину вам данные свои сейчас под этим, под скайпом, посмотрите. Вот. На нашем сайте я отвечаю на 4124 вопроса. Эти вопросы никто не ответит. Сегодня так. Почему? Я отвечаю на основании Библии 77 книг. Второе, на основании святых отцов это 300 томов. На основании книги правил это 719 правил. И на основании жития святых, 1173 жития. В каждый вопрос я беру именно вот эти 4 параметра. Сегодня никто не ответит. Они не знают этого и боятся. Я совершенно свободный человек. За мной охотились, как за зайцем. И епископы, и кто руку положит, священники. Люди ищут, а я от этого уклоняюсь. Это не мое, я знаю. Я знаю, что такое слышать голос Божий. Хотя я ни разу не слышал, а Бог полагает на сердце. Я мог вам отказать, а я вышел с вами навстречу. Почему? Я коротко помолился. Господи, да будет воля Твоя. И у меня препятствий не было. Хотя, когда вы первый раз позвонили, у нас утренний час молитва была. Я не мог сразу ответить. Потому что у нас очень жесткий график. Я встаю в 3.20. Хотя все мы остальные встаем всегда в 4.40. Я за это время пытаюсь успеть почту разобрать. А потом молитва, общая молитва. Читаем псалтырь, утренний вечерний молитвы, своими словами и обязательно не меньше ста поклонов. У нас поклоны святым, мы православные. Это называется лестница, лестница на небо. И не менее семи раз, не менее семи раз становиться на молитву. Это 3 святое и 100 поклонов. Вот так, чтобы не меньше семи раз в день. А почему семи раз молитвы? Потому что 118 Псалом, 164 стих написано «Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей». Это в Духе Святом. У мусульман намаз пятикратный, у нас семь. Если ваша праведность не произойдет праведности книжников-парисеев, не можете войти в царствие Божие. И не считая утренней, вечерней молитвы. Не считая. И вы тогда поймете совершенно другой настрой. Вот мы едем дорогой, время молиться. Мы останавливаем машину, мы на Газели ехали, трое, пятеро ездили. Мы расстреляем плащ-палатку и начинаем молиться прямо возле дороги. Если рядом мусульмане где-то, они в обиду нас никогда не дадут. Они очень любят, когда люди молятся. Это люди религиозно талантливые. А за рулем можно молиться? За рулем. Да, именно так. Когда утром выезжаем рано, то один из нас считает молитвой, а тот, который за рулем, он также перекрестится, где надо, и мы едем. И в дороге не меньше семи раз, ну, мы до десяти раз, иногда до восемнадцати раз в день на молитву. Молитва – это самое главное, связь с Богом. Молитва вообще ничего не значит. Значит, ответ на молитву, отверстие, двери благодати. И молитва – трех видов. Первая молитва – запросительно – дай, помоги, спаси, сохрани. Тут молятся и коммунисты, и во время войны фашисты – все. Вторая – выше – это благодарение. Получил, не получил, за все благодарите, Павел говорит. Первое в Пестороникистам 5.18. За все благодарите, запятая, ибо такова воля Божия во Христе Иисусе о вас. Третье – славословие. Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вот мы должны все время идти к третьей ступени. Когда у меня нет ни просьбы, Игнатий, вы без музыки прославляете Бога? Так, чисто словесно? Повторите еще раз. Без музыки вы прославляете Бога? Нету музыки у нас. У православных никогда ее не было. Музыка – это наш орган. Орган. Вот он где. Не, ну, было же там в Завете-то. Все, это есть у нас. А в другое время. В возложении нету. Мне нравится, когда играет духовный оркестр, органов, католиков. У меня знакомая монашка была, мы ухаживали за ней. Она была в Иерусалиме. И она говорит, мы у своей настоятельности отпрашивались послушать. И бегали в католический храм послушать музыку. Это очень здорово. Но у нас не принято так. Но мы без этого молимся. Ну, я видел, у вас там на гитаре играют. На гитаре играем, да. Там мои стихи положены на музыку. Игорь, по-моему. Нет, его Виктор Савченко. А, Виктор. Ну, который вот свадьба была, да? Да, да, да. Ну что, вопросов, если нет, то прощаемся. Да нет, вопросов еще куча, честно сказать. Я только... Я только... Уже запрашивайте. Окей, хорошо. По четыре часа по Москве. По четыре. По Москве. Окей. Понял. С Богом. Понял. Все, давайте. До свидания. Спасибо вам. Спасибо большое. Большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...